Михаил Анатольевич, будьте готовы к следующему звонку, к следующему вопросу. Говорите, пожалуйста, доброе утро. Добрый день. Алло. Добрый день, вы меня слышите? Да, да, да. Прекрасно. Очень хорошо. У меня вопрос к вашему гостю. Михаил, скажите, пожалуйста, вы уже за Америку сказали, а на ваш взгляд, вы большую часть прожили в России, что вы думаете в ближайшие пять лет, какая перспектива будет в России, на ваш взгляд? Экономическая? Ну, понимаете, в чем дело. С экономикой в России, в общем, конечно, очень плохо, потому что Россия, вся экономика ресурсная, она не диверсифицирована, и поэтому, в общем, и структурных изменений пока я не вижу, поэтому, честно говоря, перспективы меня не радуют. Что касается политических вещей, мне трудно давать прогнозы, это самая неблагодарная вещь, давать прогнозы. Но ясно одно, что что-то будет меняться, потому что настроение в обществе, оно, пожалуй, что накаляется. Очень много людей, которые недовольны тем, что происходит, и люди хотят перемен. В каком виде это будет происходить, сказать невозможно. Но вот это давление со стороны МАС, которые, понимаете, вот если раньше протестная активность, она была только в Москве, в Питере, то сейчас, пожалуй, она перемещается, вот центр ее перемещается в регионы, и иногда принимает очень жесткие и нехорошие тяжелые формы. Очень трудно сказать. Если какие-то изменения будут происходить, я думаю, что, тем не менее, они будут все-таки происходить сверху, несмотря на протестную активность масс, там, людей и так далее, но все равно все изменения будут происходить сверху. Это речь идет о расколе элиты, то, что политологи называют. И, в общем-то, такие симптомы есть, что такой раскол существует. Мое предположение, что через пять лет Россия будет другой. Я не знаю, какой, лучше или хуже, не знаю, невозможно это сказать. Но она не будет такой, как сейчас. Михаил, для меня и для нашей радиостанции элиты, это радиослушатели, никакого раскола нет, потому что все телефонные линии заняты, и я освобождаю одну из них. Так, выводя в эфир следующий звонок. Доброе утро, алло. Алло, добрый день. Да, добрый день. Сначала хочу поблагодарить Михаила за его замечательные репортации из Америки и по Америке. Вопрос мой такой. Вы проработали очень значительную часть своей жизни президентом средствам массовой информации Советского Союза. Известно высказывание Рональда Рейгана о Советском Союзе как об империи зла. Вот как вы относитесь к такому высказыванию, и можно ли сегодняшнюю Россию ассоциировать с Советским Союзом? Вот такой вопрос. Нет, конечно, невозможно. То есть ничего нет общего между сегодняшней Россией и Советским Союзом. Ну, просто ничего общего. За исключением, может быть, того, что как не было демократически нормального общества в советское время, так его нет и сейчас. Но это разные абсолютно формы, разные структуры работы. Но это все разное. Это невозможно сравнивать. Это разные вещи. Ну, и по... Извините, перебел. Вопрос от меня. А вот был же период, когда вы действительно представляли именно Советский Союз, и здесь, в Америке, коллеги или знакомые, я не знаю, соседи, не суть важно, смотрели на вас именно как на агента, на представителя империи зла. Вот в этом качестве каково вам себя чувствовалось? Да, когда я приехал, ну, более того, значит, ну, поскольку я, как бы, советский человек в 88-м году, нам запрещено было практически всякое перемещение по Америке без предварительного согласования. Некоторые районы для нас были просто закрыты. То есть это было очень сложно. Русская иммиграция, именно русская, не еврейская, а русская иммиграция. Я хотел сделать репортаж из русского центра в Сан-Франциско. Мне очень интересно было, как вот эти люди, которые, ну, как бы, имеют русские корни и русскую культуру. Вот как они, что они... И тогда, ну, кто помнит это время, знает, что это было большой, очень интерес к иммигрантам. Вы себе представить не можете, каких трудов мне стоило получить разрешение снимать. Как люди не хотели общаться. Только потому, что я, ну, да, я советское телевидение представлял. Но с момента, когда все изменилось, когда горбачевские перемены начались такие серьезные, и вот 90-91 год, напротив, перед нами были открыты все двери. Абсолютно все двери. Мы купались в лучах Горбачева со страшной силой, потому что Россия была в Америке в то время популярна, ну, просто удивительно популярна. И, в общем, мне очень жалко, что мы растратили, Россия растратила вот этот капитал популярности и какого-то интереса и симпатии, который был в начале 90-х. Так что, вот видите, я как бы два периода пережил. 718-303-90-90. Чуть меньше 10 минут у вас, друзья. Да и зря я назвал номер телефона, потому что не уверен, что дозвонятся все. Все линии заняты. Михаил Таратута, наш сегодняшний гость. Российский и советский журналист, проведший в Америке целых 12 лет. Автор замечательной программы, цикл программы «Америка с Михаилом Таратутой». Он наш сегодняшний гость, отвечает на ваши вопросы. Михаил Анатольевич, еще звонок, еще вопрос. Добрый день, Михаил Анатольевич, меня зовут Юрий. Скажите, пожалуйста, а вам с таком такой российский сайт сделан у нас? Я рекомендую. Ну, я рекомендую. Ну, вам я не могу, извините. А всем остальным я рекомендую выйти на этот сайт. Спасибо вам за рекомендацию. Не слишком, наверное, была корректная форма выхода в прямой эфир с рекламой того или другого ресурса. Тогда я сразу приглашу другого гостя. Алло, алло. Да-да, я слушаю. Алло, алло. Да-да, да, слушаем вас. Доброе утро. У меня вопрос господина Таратут. Слушаю. Будьте добры. А вот в 70-е годы секретарем Винницкого обкома партии на Украине был человек по имени Таратут. Это не ваш родственник? Нет, он не мой родственник, однофамилец. Но благодаря тому, что он мой однофамилец, по истории КПСС и другим марксистским наукам в институте у меня были пятерки. Ага. Вот так вот вырисовывается ситуация вашего минического родственства. Да-да-да. Михаил Анатольевич, вопрос из интернета, потому что отдавал я предпочтение телефонным звонкам. Когда в следующий раз окажетесь в Нью-Йорке, куда непременно хотели бы пойти, какие воспоминания освежить, я не знаю, может быть, что-то попробовать. Это я уже от себя дополняю. Я не знаю, я просто люблю Нью-Йорк, я люблю гулять по Нью-Йорку. Вот просто гулять по всем центральным авеню, улицам, Тайм-сквэр. Ну, это просто чудесный, красивый город. Хотя он для меня не родной, для меня родной скорее Сан-Франциско, где, собственно, и проходила моя работа, и оттуда я уже ездил по всей стране. Я много раз, конечно, бывал в Нью-Йорке, поэтому для меня, но все-таки он для меня все равно туристический город. Я его с этой стороны воспринимаю. Но он мне очень нравится. Михаил Анатольевич, вопрос из интернета. Думали ли вы, пробовали ли вы, и чем все закончилось, если все начиналось, в плане проекта «Россия» с Михаилом Таратутой для американцев? Я, наверное, расшифрую вопрос от радиослушателя, потому что были всевозможные попытки, включая «Раша Тудэй» телеканал, рассказать американцам о России, ну, не только американцам. Вы что-то пробовали, хотели? Да, у меня намечался разговор с PBS на эту тему. Ну, как-то вот, ну, не получилось. Я с огромным удовольствием, вот прямо завтра бы начал бы это делать, если бы была такая возможность. Но, к сожалению, это все очень сложно. Поэтому, скорее всего, этого не получится. Но это было бы интересно, потому что я знаю, о чем бы я рассказывал. Вот. Ну, вы сами понимаете, что о России очень много и мифов тоже в Америке, и совершенно дурацких представлений. Я, естественно, не стал бы делать никакой пропагандистской передачи, я не «Раша Тудэй». У меня как бы другие задачи, но я считаю, что есть много интересного и важного, о чем было бы интересно узнать американцам. Вы являетесь автором нескольких книг, это вопрос из интернета. Есть ли на вашем рабочем столе черновики какой-то новой книги? И если да, то о чем будет идти речь? Да, я думал написать художественное, уже не документальное, а художественные вещи о Шагале. Потому что есть очень любопытный один сюжет. Я написал сценарий для фильма. Ну, вот я думаю, может быть, я книгу сделаю на эту тему. Может быть. А может быть и нет. Вопрос, который у меня ворует, но ставлю это, разумеется, слово в кавычках, радиослушательница, она подписалась. И этот вопрос у меня тоже был, правда, немножко в другой форме. Но, в общем, если кто-то, какой-то из российских телеканалов вам предложит сегодня долгосрочную командировку в Америке, согласитесь, не раздумывая? Не знаю. Для меня это большой вопрос. Не знаю. Вот, честно говоря, не знаю. Не могу сейчас сказать. Пожалуй, что нет. Пожалуй, что нет. Но не исключаю, что и да. Не знаю. Единственное, я не являюсь руководителем и владельцем радиостанции, но я уверен, что если что-то, то работа вам на нашем радио гарантирована. Спасибо. Это вытешает. Это не только должно утешать, это должно вас повергать. Вдохновлять. Вдохновлять, да, на новые свершения, на новые переезды. А, кстати, уж если продолжать географию, речь об отъезде, я имею в виду, долгосрочной командировки вообще не идет? Или у вас есть какой-то приоритет по отношению к какой-то другой стране? Хотели бы вы поехать, я не знаю, в Швецию? Нет, 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 нет. Я очень люблю Италию, но не более чем отдыхать. Я люблю путешествовать. Но если бы думать о жизни, то для меня вопрос... Если бы я думал о переезде, то для меня вопрос не стал только Соединенные Штаты и никакая другая страна. Это, на мой взгляд, я не знаю, может быть, Австралия и Канада тоже как-то, но я просто этого не знаю. Но вот по Европе я могу сказать, что для иммиграции это, безусловно, самая правильная страна. На такой вот географическо, я даже не знаю, иммиграционный или воззвольный... Иммиграционный, географический. Михаил Анатольевич, спасибо вам огромное. У нас осталась одна минута. Здорово, что вы появились у нас. Приезжайте, появляйтесь, выступайте. Всегда будем очень вам рады. И спасибо вам за все, включая сегодняшний эфир. Спасибо. Всего доброго. Друзья, это был Михаил Таратута, замечательный российский журналист, человек, проведший в Америке целых 12 лет в должности корреспондента программы «Время», автор цикла программы «Америка» с Михаилом Таратутой. Я прощаюсь с вами до вторника, но наша радиостанция продолжает свою работу. Желаю вам хороших выходных и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»